Масленица – это один из самых веселых и долгожданных праздников в году, празднование которого длится 7 дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают блины. Масленица в этом году началась 20 февраля, а дата ее окончания станет 26 число. Это блинная неделя – народное торжество, посвященное встрече весны. Прежде чем войти в Великий пост, народ прощается с зимой, радуется теплым веселым денькам и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. 21 февраля в библиотеке села Анатырбова прошло мероприятие, посвященное этому празднику, о традициях которого нам рассказала заведующая Наталья Пяткова. В этом году Масленица у нас отмечается с 20 по 26 февраля. Это старый народный праздник, ежегодный. Конечно, сейчас в современное время больше вспоминают про блины, когда говорят о Масленице, но каждый день имеет свои особенности, свое название. Вот, например, вчера была встреча, мы встречали Масленицу. И первые блины, конечно, когда пекли, раньше пекли богатые, потому что у них было все-таки побольше, и раздавали нищие. Считалось, что это поминальные блины, мы поминаем своих ушедших родственников. Вот сегодня день второй, он называется «Заигрыши». Начинаются игры. Ну, поскольку у нас, конечно, снега нет, но раньше строили большие ледяные горы, катались. В основном дети, конечно, начинали играть, катались с этих гор. Считалось, чем дальше проедешь, тем лучше будет урожай. Поэтому старались, разгонялись и катались. На лошадях, на санках. В общем, играли, игры были. Среда. Завтра у нас лакомка. А еще мы знаем этот день, как посещение зятя к тещи. Вот выражение из «к тещи на блины» – это как раз вот отсюда пошло. В среду приходят ко мне, кстати, тоже придет, у меня тоже есть зять. Он обязательно придет на блины. И мы будем встречать, конечно, будем стараться испечь побольше блинов и сдобрить их как следует маслом. Не зря масленица. Еще один день. Четверг. Народи называют «Разгуляй». Это как раз апогей масленицы. В это время строили снежные городки. Это мужчины в основном здесь брали снежные городки. И вот этот сюжет лег, например, в основу некоторых картин, которые мы знаем. Взятие снежного городка у нас на выставке там как раз представлен этот момент. «Разгуляй» – это народ гуляет в полную силу. Пятницу прозвали «Тещины вечерки». Теща теперь идет мстить нашему зятю. Зять приглашает тещу, готовит для нее блины. Но теща и тесть должны для этого принести и муку, и масло, да, и кадушки, сковородки. А зять уже расстарается вместе с женой, привечает и тещу, и тесть. Это тещины посиделки. В субботу – заловкиные посиделки. Тут уж молодые невестушки должны расстараться. Приглашают родственников мужа, угощают. Ну, а народ в это время на улице по-прежнему. Это раньше, конечно, были неделю полностью отдыхали. А сейчас все-таки бывают и будние дни. Поэтому к вечеру в основном вот эти игры проходят, посиделки. Не зря есть пословицы различные. «Масленица, масленица, мы с тобой ухвалимся, на горах катаемся, блинами объедаемся». То есть это было центральное блюдо всей недели. Воскресенье. Это, конечно, день такой прощеное воскресенье, есть выражение. Мы просим прощения, независимо у кого. У вас, у родственников. И просим простить. Если обидел чем-то, будь добр, прости. Отвечать на это обычно – Бог простит. Тем самым, если что-то где-то мы повели себя, может быть, некрасиво, и считается, что в этот день все грехи тебе отпускаются. И в этот день большое внимание уделяется чучелу, масленице. Вот у нас тоже есть вот такая кукла. Иногда ее делают страшной, потому что это зима, ее надо проводить, ее надо сжать, чтобы дорогу открыть весне. Иногда делают смешной. И вот эту куклу выносят на пригорок какой-то, чтобы было видно издалека, подкидывают соломы побольше и сжигают ее. Причем говорят, мы сжигаем не масленицу, мы сжигаем зиму, чтобы быстрее весна пришла, чтобы природа обновилась. И еще вот в этот костер иногда бросают блины. Для чего? Дети маленькие, им объяснять. Потому что после масленицы у нас наступает великий пост, то есть постная пища, ни масла, ничего, такое вот нельзя есть. И деткам объясняют, что, видишь, масленица с собой блины ввела, поэтому у нас уже и пост наступил. Вот такая неделя веселая, в общем-то, будет проходить. И у нас она будет весело проходить, и детки придут, на экскурсии будем ходить. Праздник у соседей в детской школе искусств, там тоже будут и игры, и загадки. В общем, неделя будет замечательной, веселой. А сегодня в библиотеке у вас какое мероприятие? Сегодня у нас видеознакомство с народным праздником. Придут маленькие дети, и мы как раз расскажем, потому что сейчас забываются все-таки все это, а мы стараемся напомнить, и каждый день, и тоже позагадываем загадки, немножечко как бы проверим, запомнили ли дети то, о чем мы им говорили. У учащихся третьего класса местной школы состоялось видеознакомство с масленицей. Дети внимательно и увлеченно слушали о некоторых новых открытиях для себя, что касается этого праздника. Масленица по народным поверьям – самый веселый, очень шумный народный праздник. Каждый день этой недели имеет свое название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать. Конечно, сегодня очень трудно соблюсти все обычаи и обряды праздника, ведь масленичная неделя у нас сегодня – это не всегда выходные, а обычная рабочая неделя. Но узнать о традициях и обрядах будет интересно. В масленицу первым делом долг каждого человека был помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. На это и направлены все традиции масленицы. В воскресенье перед масленицей по традиции тех времен наносили визиты родственникам, друзьям, соседям, а также приглашали гостей. Так как в масленичную неделю нельзя было есть мясо, и последнее воскресенье перед масленицей называли «мясное воскресенье», и обычно тесть приглашал зятя доледать мясо, потому что начинается великий пост, и потом мясное обычно не едят. Так проходила масляная неделя. Народ старался отпраздновать ее как можно веселее, сытнее и богаче. Считалось, что тогда весь год будет очень богатый, сытный. Танцевали на масленицу, высоко подпрыгивая, чтобы лены и конопля росли высокими. И вся крещеная Русь с чистосердечной простотой придавалась всевозможным потехам, которые почти без изменений повторялись из года в год. Существовало поверье, что надо широко праздновать масленицу. Это будет означать, что если не потешаться и не широко отпраздновать масленицу, то значит будем жить в горькой беде и жизнь кончен куда. То есть тем лучше мы празднуем, тем лучше и живем. В последние дни масленицы все внимание было обращено уже на куклу из соломы. Я знала Анечка, какую куклу делали из соломы, да, во дворе стояла, которую наряжали в кафтан, шапку, подпоясывали и обували в лапки, устаживали в большие стани, за которыми шествовали ряженые. В воскресенье с чучеломасленицей сжигали на пригорке возле деревни, с шутками и выкриками. Искали высокое место для того, чтобы земной огонь и небесный перемешались. И быстрее наступила долгожданная весна. Как правило, над чучелом глумились, осыпали его бранью. Ну, какой ругали, что вот зная ты, уходи скорее, нам весна нужна. Вот таким образом они как бы очищались, люди, от нечистой силы. Полученный детьми новый материал Наталья Питкова решила закрепить интересными загадками. Его любят все на свете, любят взрослые дети, хоть с начинкой, хоть без. Каждый хочет его съесть. Круглый, он хрустящий, отмаслится блестяще. Это блин. Вот сыщик, замечательно. Без него не обойтись, чтобы блины все удались. Тесто, прежде чем не сеять, его нужно прикупить. Сей продукт дает корова, он на солнышке блестит. Улучшает вкус он блины, в холодильнике лежит. Молоко, молоко, молоко. А нет, масло, масло, масло. Коротка дает молоко, из него мы делаем масло. В этот праздник все стремятся, долго дома не сидеть, а на ярмарку все мчатся, представления смотреть. Выступают скоморохи, пекут вкусные блины. Раз в году бывает праздник в завершении зимы. Совершенно верно, мы говорим о масленице. Хорошо. И ответить, как отвечают? Бог, Бог, прости. Совершенно верно. Если даже кто-то к вам подойдет и скажет, прости меня, я обидела тебя, Снежана, не дала тебе книжку почитать, ты мне скажешь, Бог, прости. Вот таким образом это. На шесте стою, свысока гляжу, тело, руки, голова, все из соломы у меня. Обредили, понесли и в последний день сожгли. И чучело. Молодцы. От какого слова произошло название праздника масленицы? Масленица. Конечно, мы едим очень много масла в эти дни. Без какого блюда не обходится масленица? Блин. Молодцы. Символом чего является блин, это нам уже говорили. Солнышко, об этом надо помнить. Кто веселит народ на масленицу? Люд. Ну, раньше. С кому каморохи? Ирина Николаевна, два вам за подсказки. Каморохи раньше специально были люди такие, как у нас клоуны, потешали народ. И с какой, в какой из дней масленичной недели принято просить прощения? В воскресенье. В воскресенье. Хорошо, молодцы, запомнили. В заключение мероприятия дети посетили вместе с преподавателем музей русской избы. Это специально, что решить. Это где вышиваются? Вышиваются. Ну, как он называется, вы знаете, пяльцы называются. Вот такой вот материал между двух оболочков. И вот здесь вот все вышиваются. Раньше делали, видите, все красивые, да? Да, цветочки, вот, цветочки, узорчики. И на разных, вот посмотрите, обязательно ложили на подушечки, да, вот, делали такие наволочки, вот, как раз на вышивке, да? Вот. В деревнях у нас не было ни шкафов, ни тумбочек, да, ну, вот были такие этажерочки. На них стояли вот предметы быта какие-то, либо можно было книжечки положить. Вы видите, что здесь стоят? Посмотрите, пряночки смотрят. А вы видите, у нас здесь стоит пряночка, да? Посмотрите, какие интересные зеркала были, в каких рамах, да? Смотрим кроватки, да? Вот такие вот железные кроватки, вы можете купить или у бабочек в домах, да? Вот, они вообще вот такие вот, красота такая, да? Кышные подушки пуховые.